Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радио Народная волна» на частоте 1430 М99,1 FM. На нашем веб-сайте radioNVC.com и на нашем YouTube-канале также RadioNVC. С вами в студии Анатолий Червец. Добрый день. Меня по-прежнему зовут Сергей Зацепин. Даже не знаю, с чего начать. Все так забавно вокруг происходит. Наверное, сначала. Нет, об этом мы потом поговорим. Сначала я не раз уже упоминал о том, что American Immigration Education Fund пытается помочь пожилым людям. И мы, кстати, обращались с тем, чтобы добровольцы, так сказать, волонтеры, у кого есть возможности и время, присоединились к этой группе. Так вот, утром сегодня наши волонтеры подъехали к домам, в Чикаго особенно, взяли этих пожилых людей с вокерами совсем на свете, погрузили в машины, приехали на избирательный участок, а там такая очередь стоит, как в 60-й Мавзолей. А поехали к восьми, там, в 30-ти утра, а там уже очередь стояла два часа огромная, поэтому проблемка возникает. В связи с этим, если вы, правда, мы призывали персонально голосовать, но если кто-то из вас заполнил бюллетени, то, вот как говорят наши люди, видели, как люди приносили там по 10-6 пакетов конвертов с бюллетенями. Так называемый харвистинг. У нас он, по-моему, разрешен. Там есть Беллот Бакс, куда можно опустить эти бюллетени. Я не знаю, так сказать, куда они идут дальше, да. Ну, в общем, попробуем, может быть, схлынет эта первая волна, этот ажиотаж, мы все-таки поможем людям проголосовать. У нас сразу звонки появились. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, добрый день. Я не сумела дозвониться к Алексею Орлову, но по поводу выборов сейчас, его книжка «Проклятие, это Косумы над Белым домом», каждый президент, который выбирается в 20-х, красных 20-м годах, не доживает до своего, до окончания своего срока. Может, не надо там Трампа выбирать? Надо. Надо. Все равно надо. Ну, я тоже надо, я тоже за него. Ну, Трамп как бы выбивается из череды президентов, он особенный. Это, во-первых. Во-вторых, он... Знаете, у меня тоже надежда. Спасибо, что вы меня поддержали. Спасибо. Он и новый президент, поэтому его можно переизбирать. Да, добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анатолий. Добрый день. Это Евгений. Даже. Вы знаете, в догонку к предыдущим передачам, я бы хотел высказать свое мнение. Почему все-таки разумные, вот вроде бы люди такие интеллигентные, они выбирают демократическую партию. Потому что, мне кажется, демократическая партия за отсутствием позитивной политической повестки дня, она взывает к людям не к разуму, а к иррациональному, к эмоциональной составляющей выбора человека, понимаете. То есть, и вот последние события политические, я имею в виду слушания в Сенате по поводу судей, показывают, что насколько демонстрируют эту разницу, в то время как республиканские члены комитета и судья Барретт объясняют весь этот процесс, как там все устроено в судебном порядке, как должен себя, ну, то есть, показывают и ведут просветительскую функцию в этом отношении, то демократические члены комитета взывают вот к таким эмоциям, знаете, вот посмотрите, сколько вот детей больных, сколько там того, какой вот Трамп у нас президент плохой, бессердечный, и понимаете как? Спасибо большое. Вы абсолютно правы, вот когда наш радиослушательник, когда Евгений только начал говорить о том, что о разнице демократов и республиканцев в подходе, и я сразу вспомнил, я сразу подумал про слушания, которые сейчас происходят, потому что я сейчас кусочек посмотрел, опять Херона, звезда Гавайев выступала, ничего общего не имеет, ну, и неоднократно республиканцы подчеркивали, говорят, у меня такое впечатление, что мы сидим на заседании комитета по здравоохранению или на заседании комитета по финансам, а не на юридическом комитете и заслушиваем кандидатов в Верховный суд. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Анатолий. Добрый день. Спасибо вам, ребята, за ту работу, которую вы проводите. Это все здорово. Но я хочу внести вам вот такое предложение. Мы практически уже накануне выборов, и настало время, мало того, что агитировать всех явочно и видно, что проголосовать, а не посылать по почте, объяснить нужно всем, как правильно заполнять баллот. Если вы посмотрите на сэмпл, который сегодня есть, скажем, на Лейк-каунте веб-сайте, вы увидите, что, например, в части президента там четко указано Байден, Трамп и так далее. А вот что касается, например, репрезентатив, вот в моем сэмпл Белла четко написано, что «ноу кандидат на республиканскую репрезентатив» из-за взятия республики на репрезентатив дистикт. Республиканских кандидатов нету. Есть только Дэниел Дивих, демократ-представитель. Как в этой ситуации? Голосовать я не хочу однозначно. Должен я пропустить, и будет тогда он признан все-таки правильно заполненный или как? Вы можете пропустить, вы можете, так сказать, голосовать не за всех. Вы имеете право, при этом бюллетень будет защитным. То есть, если я не заполню вот этот кружочек, тем более я его не желаю делать, то он будет считаться все-таки действительно, поскольку я как бы просто проигнорировал. Проигнорировал это. И мне кажется, что настало время вам четко пройти, все-таки объяснить людям, когда будет заполнять, чтобы все заполнено было правильно. В частности, и по поводу волтинга по ФРТ, с которыми я собираюсь... Вот сейчас мы об этом скажем. Спасибо большое, что напомнили. Сейчас обязательно скажем. Спасибо. Будьте здоровы. Да. Очень важный вопрос, внесен в бюллетень на выборы, об изменении Конституции штата Иллинойс. На сегодняшний день по нашей Конституции у нас так называемый flat tax, то есть одинаковый процент для всех. Заработал 100 тысяч, заплатил там 4,950 tax. Заработал 200 тысяч в два раза больше, 300 тысяч в три раза больше. А значит, на чем настаивает господин Притцкер, и потратил на это уже, по-моему, более 50 миллионов своих собственных денег, чтобы склонить население Иллинойса проголосовать за эти изменения. Изменить текст, и причем это подается под соусом, что 70%... Реклама так звучит. 70%, по-моему, людей сразу получат снижение на текст. Ложь, обычная демократическая ложь. Потому что, как только, и не дай бог, если это произойдет, значит, вот тех, кто зарабатывает больше, 400 тысяч, их в этом городе, в этом штате станет еще меньше. Их так каждый год убывает. Станет еще меньше. А казну пополнять надо. Но это позволяет, вот эта поправка Конституции, о которой они говорят, которую они пытаются протолкнуть, открывает перед ними возможности повышать подоходный налог на жителей штата без голосования, без, так сказать, опроса общественного мнения, без пересоперендума. Просто взяли, захотели, там, утром встал, поцкер и подумал, а не собрать ли нам еще триллион долларов денег? Потому как у меня есть один проектик, я знаю, как эти бабки распилить. И повысили. Это первое. Второе. Этой же поправкой Конституции предусматривается налог на пенсии, на social security. То есть, пенсию, которую вы получаете, ее будут облагать налогом. Хотя... На деньги, которые вы уже заплатили из ваших налогов. Да. То есть, вы понимаете, что такое двойная таксация? Это вы, когда работаете на предприятии, и с вас высчитывают налоги, и один из этих высчитов является отсчетом на пенсию, то теперь эту же вашу пенсию будут облагать налогом. То есть, двойная таксация. Вот. И на что следует обратить внимание? Мы все время об этом говорим. Они это называют fair tax, fair tax. И мы как бы привыкли, что речь идет о налогах. На самом деле, в бюллетене слово tax, уж тем более слово fair tax, отсутствует. Народ пытается найти, не находит, и, так сказать, я не знаю... Или оставляют открытым. Или оставляют открытым, а они могут это засчитать как согласие. Значит, в бюллетене написано, голосовать за поправку Конституции section 3 article 9, по-моему, или section... Я должен уточнить. То есть, section 3 article 9, или article... Да, причем, да, section 3 article 9, причем, section 3 это тройка, арабская цифра, а article 9 это римская цифра. То есть, поэтому, а люди ищут, смотрят, где речь идет о текстах, не находят. Поэтому внимательно смотрите, это поправка Конституции. Ну, давайте говорить так, для тех, которые, ну, или боятся, что они не поймут что-то где-то, куда-то, просто смотрите так, чтобы не голосовать, нет, на любой пункт поправки Конституции. Больше в этом бюллетене никаких поправок не предлагается. Единственная поправка, это вот налог в штате Ильюной. На это обратил внимание один из наших слушателей, Соломон, который работает, по-моему, джаджем сейчас на избирательном участке. Он обратил внимание на это, и еще, в Чикаго, кстати, и еще обратил внимание вот на что. Если люди приходят, люди имеют право обратиться за помощью, то есть, они могут привезти своего помощника, если человек пожилой, если там что-то, какие-то проблемы, или может обратиться за помощью, там, в каждой, при каждой комиссии, на каждом участке присутствует два человека. Из числа студентов прикреплены, якобы один от республиканской партии, а другой якобы от демократической. Хотя у него есть большие сомнения по поводу того, что там есть кто-либо от республиканской партии. Говорит, надо предупреждать людей, что под видом помощи, оказания помощи, так сказать, заполнения бюллетеней, они могут заполнить бюллетень не так. Ты понимаешь, я тебе скажу честно, чем больше я об этом думаю, получается так. С одной стороны, мы уговариваем людей голосовать лично, с другой стороны, мы, получается, мы-то их просто предупреждаем, но чтобы это не послужило отпугиванием от того, чтобы голосовать лично. Поэтому я действительно вам предлагаю, дорогие наши радиослушатели, если у вас есть возможность взять с собой, не пугайтесь самого голосования, но если вы можете взять с собой, неважно, сына, дочку, племян, человека, которому вы доверяете, если вы можете его привести с собой, тогда у вас вообще не будет никаких проблем. То есть не так это все страшно, не так это все плохо. Извините, да, вот попробуем все-таки приять. Добрый день. Добрый день. Я хочу выразить свое глубокое возмущение, потому что вы сказали, что Прискепт тратит свои деньги, он тратит наши деньги. Это человек, который никогда в жизни не платил налогов, он даже вынес все унитазы со своего дома, чтобы сэкономить на property tax, в котором мы платим нещадно. И поэтому не употребляйте выражение «Прискепт тратит свои деньги». Пожалуйста, он тратит наши деньги. Это жулик и вор. Такое мое мнение. Спасибо. Спасибо большое. Но со вторым утверждением я спорить не буду. А что касается первого, я не знаю, он и на избирательную кампанию потратил своих денег немало, но вот сейчас он и пытается, так сказать, отбить эту сумму назад, еще и заработать. Он считает, что это была инвестиция, он думает, что она должна приносить прибыль, и все остальные, все последующие действия после того, как вы избрали, по-моему, направлены именно на это, для того, чтобы, так сказать, восполнить свои затраты на избирательную кампанию. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте, приветствую всех студий. Я вот лично час назад проголосовал, могу поделиться. Давай, давай. Все правильно. Вот, значит, там, да, на самом деле отдельно кто с баллотом приходит с бюллетенями, те бросают в отдельный ящик. Но когда ты походишь лично, то ты заполняешь листок, где пишешь свои исходные данные, где ты живешь, и это, и он тебе дает карточку, с которой ты можешь голосовать. Я у него спросил, а как вы определите, что я вообще вот это вот, ситизен, имею право, вы не спрашиваете у меня никаких документов. Сначала он сказал по подписи. Я говорю, ну как подпись? Подпись, ну, подделать ли? Нет, потом он что-то мешкался, говорит, нет, у нас есть база регистрационная, когда вы голосуете на регистрацию, то вы сравниваете по фамилии. Я говорю, хорошо, а я говорю, а кто, если вот придет раньше меня? Вы же не спрашиваете один, вы не спрашиваете ничего. Я прихожу, вот, и говорю, что я тот-то, тот-то, ну, кто-то узнал, вот, совершенно верно. И голосует вместо меня, потому что все совпадает, мое имя, что он это знает, адрес тоже знает, это не проблема, это же не social security. И вы, по-всеему, этому это молчат, смотрят на меня. Потому что, на самом деле, то, что вы рассказали, абсолютная правда, в Иллинойсе закон, они не то, что не спрашивают, они даже не имеют права спросить у вас документ, только в том случае, если возникает момент, там есть целая цепочка, так сказать, открывается логбук, начинает проверять, вы говорите, причем требование, ну, я не знаю, как в Кубкаунте, в Лейккаунте, вносятся первые, там, три буквы имени или фамилии, и выскакивает, если несколько вариантов, тогда уточняется имя, тогда может уточниться адрес, но при этом все равно не просят предъявить документ, а потом уточняется адрес, и только в редких случаях можно спросить дату рождения, когда там действительно несколько вариантов с одним именем, тогда спрашивают дату рождения, при том, что если человек зарегистрирован, то у него не просят документов, подпись действительно сверяют, два судьи должны сверить вашу подпись, вы подписываете аппликейшн, они сверяют, там есть образец подписи в компьютере, ну, это не трудно подделать, и то, что вместо меня может пройти, но я старый человек, я вообще не иду, прошел вред, еще такое, насчет, вы говорите про конституцию, там, если голосуешь реально, то там же есть переводчик на русский язык, то есть все вопросы, которые в английском бюллетене, переводятся на русский, если кто затрудняется, выбираешь русский, там достаточно хорошо переведено, можно не путаться. Дело в том, что поправка Конституции, Секшн 3, Артикл 9, я не думаю, что многие знают, что это такое. Я не думаю, что люди знают, что это такое. А на русском, но очень запутанно, да. А на английском, не менее, запутанно. Спасибо большое. Поэтому мы об этом и говорим, что там нет, вопрос не поставлен о том, вы голосуете за то, чтобы изменить, так сказать, Конституцию, чтобы увеличить налоги или против. Нет. Amendment to the section 3, Article 9. Вот примерно так сформулирован вопрос, поэтому обращайте на это внимание. Еще раз повторяю, голосовать за эту поправку не следует, потому что это ударит по всем жителям Чикаго и даже тем, кто на пенсии находится. И как показывает опыт, в тех штатах, где приняли подобную практику, ну, то есть прогрессивный налог, ничего другого, кроме повышения налогов на всех, ничего другого это не дало. Ну, давай зададимся вопросом. «Назовите мне последний раз, когда демократы понижали тексты». И все. И назовите мне последний раз, когда демократы повысили тексты, и это как-то помогло нашему бюджету или нам в этой жизни. Дыра как была в бюджете. Им сколько? Им сколько не дай денег, они их потратят, и им не хватит. Конечно. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Сереженька, здравствуйте. Это Лора Соркин. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Мы в прошлый раз пришли голосовать и привезли с собой пару человек пожилых. И нас не допустили им переводить. Нас не пустили в их кабинку. И русского языка там не было никакого перевода. Мы в Гренбию живем. И им дали американцев. И что они там творили, вообще непонятно. То есть люди не читают по-английски, люди не понимают по-английски. И нам не разрешили им помогать. Вот что в таком случае нужно делать? Потому что у нас здесь есть дом, мы называем Бабушкин дом. И мы везем несколько человек к тобой. Хотя по закону они им должны предоставить помощь. Но вот они в виде таких... Я даже не знаю, что в этой ситуации сделать. Но, наверное, свой характер проявить. О, это я могу. Поэтому я и сказал. Окей. Окей, спасибо большое, ребята. Спасибо, Леонид. Всего хорошего. Пока. Так, не знаю, разобрались. Если есть какие-то вопросы, еще если есть какие-то непонятные вещи, которые вас беспокоят, или с которыми вы сталкивались, или столкнетесь в меру своих ограниченных возможностей, знаний, мы постараемся вам помочь. Добрый день. Здравствуйте. 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 У меня... Я не сначала слушаю, может быть, вы об этом говорили. Во-первых, я хочу сказать, как это вообще стало приличным, когда сенатор или конгрессменша из Гавайи задает вопрос вот этой судье нашей, сенаторша, задает вопрос, не делала ли она в своей жизни, там, отказания сексуальные. Не изнасиловали ли она кого-нибудь? Да. Во-первых, это неприлично. Так и хочется ей в ответ сказать, что ты мне сначала расскажи, сколько ты раз мужем спишь, например. Ну, какие-нибудь свои править, править и вопросы. А вы уверены, что вы хотите знать об этом? А потом, я думаю, может, я отвечу. И что это неприлично, ей просто по морде хочется дать. Но она, это вот, и она китаянка или кореянка, я не знаю. Японка, японка. А, японка, японка, да. Она что-то такое говорит, потому что я всех это спрашиваю, и вот я с Гьюкована спросила, и вот началось это дело. Именно потому и началось, что... Давайте, спасибо большое, хорошо, мы как раз... Нет, подождите, я хочу спросить другое. Вот смотрите, я жила в Нью-Йорке когда-то, 20 лет назад, и мне время от времени приходит что-то такое по интернету, а ты не хочешь там, чтобы мы тебе прислали там вот из Нью-Йорка, значит, твой там какой-то документ? Бюллетень. Да, и я вот думаю, вот, например, ну, я не отвечаю вообще ничего. Ну, вот я думаю, а если бы я, например, сказала, ну да, ну, пришлите, например, то у меня было бы, значит, два бюллетеня, что ли? Да. Ну вот, вот вам и ход, пожалуйста. Послушайте, это не единичный случай, сотни тысяч бюллетеней пошли ни куда-то, ни туда, ни по тем, ни сам. Да, я знаю, по ошибке, якобы, но это вот такие случаи, которые вроде человек жил там, они присылают. Совершенно верно. Вот, но они мне ничего не присылали, они пока только спрашивают, я молчу. Но это очень легкий способ получить два бюллетеня, вот вам и все. Абсолютно. Именно с этой целью и затеяна была вся эта катавасия. Как вы считаете, проходят вот эти слушания? Сейчас мы поговорим об этом. А, будете говорить. Спасибо. Спасибо. А по поводу вопроса, вот ты сегодня слушал Раш Лимба, я потом сел в машину, и он как бы немножко повторил по этому поводу. Что вопрос, честно говоря, когда услышал, мне тоже резануло ухо, я не понял. Но вот Раш Лимба объяснил, что это не случайно. Да, вполне возможно, вполне возможно. Причем, ну, я задал вопрос, я не знаю, ты видел или нет, я его задал нашему знакомому, и он с уверенностью сказал, ну, это невозможно. Ну, я думаю, что это не только возможно, а все к этому идет. Я не верю в то, что демократы просто так сдадут свои позиции. Ну, не верю. Что-то, то есть, там уже был разговор о том, что они собирались отменить кворум. Да. Окей? Обещал Шумер, сказал, что мы не дадим ему кворум. Да, мы не дадим кворум. На что Макканел очень быстренько ему ответил, сказал, ребята, ну, если вы не придете, мы быстренько поставим motion на Senate floor, о том, чтобы отменить кворум, и протолкнем его таким образом. То есть, опять не получилось у Шумера. Но они не остановятся перед тем, чтобы как-то не вставить палки в колеса. Теперь, о чем сказал Раш Лэмбов, он сказал о том, что вот этот вопрос, который задала Мейзи Херону по поводу sexual harassment, была ли она где-то замешана или замечена, и ответ был нет, что это неспроста. Если к концу или к середине завтрашнего слушания, это последний день, я думаю, что это всплывет, скорее всего, в самом-самом конце, как разорвавшаяся бомба, где встанет та же Херону или последующий сенатор и скажет, я прошу прощения, но мы должны остановить, прекратить эти слушания, потому что вот я буквально там полчаса тому назад мне принесли письмо от либо бывшего студента, либо настоящего студента нашей судьи Берет, в котором он обвиняет ее в сексуальных домогательствах, она ему там оценку поставила, когда он ей отказал в том или ином посягательстве, и я считаю, что эти слушания должны немедленно прекратиться, и Kevin O2.0, то есть мы должны расследовать, мы не имеем права торопиться и так далее. Я абсолютно с этим согласен, с тем, что это возможно, и я думаю, что оно скорее больше да, чем нет, возможно, ну, теперь и тогда станет вопрос только за Митч Макануэлом, почему? Потому что на сегодняшний день у нас уже есть четко Лиса Маркауский, которая сказала категорически, что она не будет голосовать за судью Берет, но такой, как, допустим, Митрамни, он сказал, я буду голосовать за судью, если не появятся какие-либо препятствия, и вот тут будет интересно посмотреть, потому что так как происходила ситуация с Кевино, где Митрамни отказался голосовать, то есть если бы не Сузан Калленс, сегодня Кевино бы не был Джастас. Поэтому сейчас будет все зависеть от Митч Макануэлл. Вот я лично говорю так, как вот я бы это сделал сегодня. Вот в конце сегодняшнего дня, если ничего не произойдет, я бы поставил вопрос со стороны Митч Макануэлл, а Линдзи Грэм, я бы сказал, что на этом мы решили закончить наше слушание, больше мы не проводим никакие слушания, мы услышали все, что мы хотели услышать, и теперь я предлагаю ставить вопрос на голосование, и вот так прервать вот эту возможность, потому что иначе, если они дотянутся... Сегодня об этом сказал не только Раш Лимба, а на Факс Ньюс Шеннон Брим, но она не говорила, вот так сказать, в деталях расписывала, она сказала, что вот то, что произошло с Кевино, как раз произошло после того, как в комитете слушания закончились, уже после этого, после того, перед голосованием, вдруг выплыла Форд, Дайан Файнстайн, в общем, то есть, она говорит, это скорее всего не произойдет, но я бы этого не исключила, то есть, это на Факс уже сказали. Я бы это сегодня остановил, вот сегодня, последний день, со стороны Линдзи Грэм. Я бы говорил, что у демократы нет такого преступления или такой подлости, на которую не пойдут демократы ради достижения своей цели. И я вполне... Ну вот, с кого на ведь... Сережа, ты подумай, ты себе представляешь, вот действительно, давай сейчас отбросимся у шелуху, представь себе, что сегодня значит для республиканцев и для демократов назначение Кони Берн. Давай мы к этому вернемся, буквально через там пару минут послушаем рекламное объявление. Давай попробуем. И, да, и нашим уважаемым друзьям дадим возможность послушать наше объявление. Здравствуйте! Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно, работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон студии по-прежнему 847-400-5200. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Сережа. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Анатолий. Вот, в программе Кап Такра Калсона на Фактс Ньюс выступил человек, и он сказал о том, что CDC-организация провела собственное исследование на необходимости ношения масок. И они как бы две группы исследовали, и в одной группе люди не носили маски, а во второй носили, и они пришли к выводу, что те, которые носили, они больше подвергались пандемии, коронавирусу. И они это доложили куда нам-то, и вот это их исследование как-то исчезло. А вот в Бельгии, кроме Швеции, оказывается, вообще не носят маски. И 100 человек на улице, если вы встретите, один человек, может быть, носит маски. Все бизнесы открыты, экономика стабильно развивается, и пандемия вообще там не прогрессирует. Вот, все же, я думаю, что вот это все отношение массы, пандемия, это больше политическая окраска имеет, чем болезнаболевание вообще имеет место быть. Спасибо, спасибо. Но я об этом неустанно говорю, что если бы не выборы, у нас бы ситуация была другая. Существует вирус? Существует. Болезнь существует? Да, безусловно. Но, скажем, меры, предпринятые федеральным правительством, способствовали тому, чтобы пандемию остановить. А, скажем, меры, предпринятые местными властями, способствовали тому, чтобы увеличить число погибших. В частности, есть яркие примеры. Куома, есть Мичиган, где пожилых людей, инфицированных ковидом, Нью-Джерси, инфицированных ковидом, по распоряжению губернаторов, отправляли назад в Нью-Орсинг-Хомы, где, так сказать, эпидемия просто продолжала, и люди умирали. И потом мы всегда обращали внимание на то, что когда дается статистика, то нет разбивки там по возрастам, сколько человек такого возраста. И на сегодня... Ну и потом последний доклад CDC о том, что непосредственно от ковида умерло 6% от тех, кто умер. Это CNN постоянно... Да вообще все каналы, включая факс, ежедневно докладывают о том, что там 200 тысяч, 270 тысяч, 207 тысяч умерло. Нагоняют страх, нагоняют страх. А фактически... И примеры есть совершенно потрясающие, когда там кого-то застрелили, кто-то разбился на мотоцикле, или там, скажем, человек в состоянии овощей, лежал несколько месяцев в хосписе, и потом умер, и у него обнаружили, что у него есть вирус ковида. Кстати, огромное количество людей, которые являют... которые были инфицированы, но пережили эту болезнь бессимптомно. Так что статистика такая страшная, потому что, как справедливо заметил наш радиослушатель, это политическая подоплека под этим. Это год... Ну, во-первых, политическая подоплека. Во-вторых, ты понимаешь, вот все говорят, надо слушаться ученых, да? Но проблема в том, что ученые ведь по-разному это все трактуют. Во-вторых, в чем дело? Даже не по-разному. Даже одни и те же ученые. Если ты помнишь, наш мессия Фаучи вначале говорил, что маски носить вредно. Это вообще вредно, просто потому, что это еще больше усугубляет. Потом через какое-то время начал говорить, что маски носить необходимо. Ты мне скажи, я всегда привык к тому, то есть действительно привык к тому, что когда в мире происходят какие-то ситуации в сфере здравоохранения, собираются целые конференции, консириумы. Конференции обсуждаются, представляются разные точки зрения, данные какие-то. Абсолютно, да. Ни одной конференции, ни одного зум-митера. Понимаешь, почему? Потому что нужно, чтобы этот нарратив был. Им нужно... Абсолютно. Люди, у которых есть совершенно другие данные, совершенно другие, так сказать, доказательства того, что то, что делается неправильно, и они затыкаются, и даже в соцсетях удаляются их выступления. Ну вот то, о чем говорил Николай, это действительно так. Вчера у Карлсона там был, рассказывали про исследования, которые проводились, там сотни тысяч людей использовались. И вдруг эти исследования все исчезли. Испалились. Китайская диссидентка, которая работала в этой лаборатории в Ухане, которая бежала из Китая, там же у Такера Карлсона на шоу рассказывала о том, об этом вирусе, что это искусственный вирус, что это все специально сделано и так далее. И что после этого последовало? Да ничего, ее затюкали. Мидия, проститутки эти накинулись, начали ее клевать со всех сторон. Причем ни у кого не создается вопросов. Вот что самое интересное. Ни у кого не создается вопросов, почему нет конференции, почему нет ученых советов, почему нет никаких сравнений, данных, сведений и так далее. Зато у нас появился новый врач по имени Билл Гейтс. Большой специалист. Большой специалист в медицине, который сидя у себя там в квартире, в доме через Zoom, заявил, что эта пандемия здесь продержится еще как минимум два года. У меня к ним и ни один из, хотел сказать, допрашиваем, ни один из ведущих не задал вопрос, откуда такие сведения, почему два года? Откуда вы берете данные, что эта пандемия еще продержится два года? Кто такой Билл Гейтс? Какое отношение он имеет к медицине? Я понимаю, что он один из самых крупных инвесторов в вакцину. Это я понимаю. Но тогда давайте говорить о вакцине. Причем здесь Билл Гейтс говорит о том, сколько продержится пандемия. Это очередная афера, очередная международная афера, так же, как была афера с глобальным потеплением. Изменения климата происходят? Происходят. Но причем здесь маленькая козявка человек в этой вселенной. А земля вот такая вот по сравнению с таким солнцем. А солнце по сравнению с землей, земля вот такусенькая. И мы тут повлияли на все на свете. То есть есть какие-то объективные вещи, на базе которых они проворачивают колоссальные аферы, зарабатывают потрясающие деньги. Какие-то Эллы Горы становятся мультимиллионерами на этой мульке. И так далее. То есть это вот одна афера с глобальным потеплением. Вот это вторая афера, такая глобальная международная афера. Существует вирус? Да. Мало того, его, скорее всего, действительно искусственно создали. То есть работая в лаборатории, я не знаю уж под каким предлогом. Специально или не специально? Это уже другой вопрос. Для этой цели его создавали, не для этой цели его создавали, но они работали в лаборатории, вывели этот вирус. Причем Фаучи туда с легкой руки Аббанке заслал тройку миллионов долларов денег наших помочь им разработать этот вирус. Разработали. Специально для этой цели не знаю. Но судя по тому, как вело себя китайское правительство, которое заблокировало Ухань, то есть внутренние перевозки, переезды запретили, но разрешили им по всему миру летать. И они ломанулись во все стороны. Это, так сказать, это был акт. Это был акт против... И никто это не разбирает? Нет. И все говорят... Нет почему-то никаких международных конвенций, никаких международных... Абсолютно, но пытались там... Расследований. Пытались там какие-то... Ну, Трамп об этом... Ну, послушай, Трамп пытается об этом говорить всегда. А какие-то европейские страны, Австралия пыталась там что-то, им тут же зажали бейтселы в тиски и сказали, так, еще пикнешь, и мы задушим вашу экономику. То есть, какие-то страны попытались что-то сделать, китайцы их тут же задушили. То есть, на сегодняшний день Китай представляет колоссальную угрозу. Да. И при этом... Ну, а наши демократы тут готовы китайцев во все места расцеловать за такой подарок, который они им преподнесли. Заблаки в митрополиях убили нахрен все бизнесы. Людей превратили в животных, ходили на всех на морднике. Мало того, там, давай мы будем еще штрафовать, будем, так сказать, наказывать. Лайффуд обещал в тюрьму посадить. Если кто-то выйдет на берег Минчигана, посадим в тюрьму. Так же, как Деблазио у себя там на Брайтон-Бич. Значит, Коума пообещал закрыть синагоги все. Значит, церкви закрыли, по сути дела. Даже когда люди, так сказать, на молитву собирались на паркинг-ладию, не выходя из машины, местные дятлы отдавали команду полицейским, людей начали шугать, там, арестовывать, задерживать. То есть, тирания в таком виде под предлогом спасения нас. А всегда, ведь все мерзости на свете делаются под благовидным предлогом. И только дебил может этого не понимать. Люди, которые, ну, хоть немножко историю, хоть чуть-чуть коснулись, хоть что-то прочитали. Ведь действительно под благовидным предлогом делаются вот такие страшные вещи. Нас превратили в такой послушный скот. Абсолютно. Отняли, по сути дела, у нас жизнь. То есть, я помню, как по весне начинается сезон, там, вода, лодку. Но нельзя, запрещено. Такой бредный. Семья из четырех человек в лодке может быть только два. Да. А семья из четырех человек. Это, то есть, из нас попытались сделать каких-то таких... Не попытались из нас. Сделали. Сделали бессловесных рабов. И мы с этим согласились. Да. Мало того, что из нас сделали, мы согласились, так мы еще не можем шагу ступить без того, чтобы нам кто-то пальцем не ткнулось. Если мы, не дай бог, не успели вовремя одеть маску, чтобы вам не сказали, а ну быстро одень маску. Да. Да кто ты такой, чтобы мне указывали. Я уже не говорю о том, что на протяжении там десятилетий в школах занимались промывкой мозгов, выпустили такую кучу, несколько поколений уже революционеров. А то, что происходит сейчас, так это просто деградация. Да. Дети сидят, занимаются на удаленке. Если отстраниться от всего этого, что это значит, значит, ребенка посадили в тюрьму, единственное, что ему дали, это вот дали ему айпед, с которым вот он теперь, вся жизнь его заключается в этом айпеде. Внутри этого айпеда, да, абсолютно. И ничего, все нормально. Правда, моему сыну, я переписываю с этим, с дистриктом по поводу того, когда же все-таки начнется, мой сын младший пойдет в школу 4 ноября. Ну да, так в Чикаго же сказали, что до 6-го даже не думайте. Пройдут выборы, тогда пойдем. То есть, вы понимаете, ради того, чтобы избавиться от Трампа, эти люди готовы убить экономику, убить людей, статистика по самоубийствам среди школьников, просто скайракет. Понимаешь, Трамп, это, вот если так подумать, ну, как ты говоришь, абстрагироваться от всей ситуации, Трамп это феномен, это не естественное состояние политики, это феномен. Потому что, если убрать Трампа из этого уравнения, то, в принципе, следующий будет такой же, как был Обама, такой же, как был Клинтон и так далее и тому подобное. Почему? Потому что системные люди не будут делать то, что делает Трамп. Абсолютно, мы это видим на примере наших спецслужб. Одних убирают, которые явно, а вторые за ними приходят точно такие же, из той же кухни, из той же обоймы, с теми же взглядами. То есть, люди, работающие на систему. Не на вас, не на нас. Системные люди, абсолютно. Я тебе скажу больше, даже вот я смотрю на этих сенаторов, да, я смотрю на Нижнюю палату, окей? Я смотрю на это, и я понимаю, что вот это, это Америка. Трамп, это какой-то, ну вот действительно, вот как наше радио, допустим, для людей, там где-нибудь, где нет республиканского радио, вот то, что нам говорят, вы для нас луч света. Трамп, это наш луч света, потому что все остальное, это именно то, что происходит, это то, как построена эта система. Он справедливо назвал это болото. Болото, абсолютно. Они там ковыряются, они там делают свои грязные делишки потихоньку, то в оппозиции, то в большинстве, неважно, все идет своим чередом. Абсолютно, абсолютно. И делают, обстряпывают свои грязные, темные делишки. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы Трамп выиграл, потому что хотя бы еще 4 года, может быть, подрастет кто-то, который сможет прийти. Кстати, он обратил внимание и на школу, на образование в школах. И то, что происходит в школах, воспитывают детей в ненависти к своей стране. Стада, абсолютно. В ненависти к своей стране. И, как кто-то справедливо заметил, люди, которые ненавидят свою страну, защищать ее не будут. Естественно. Поэтому, скажем, в корпорациях, большие корпорации, наплевать глубоко на безопасность, на то, на сё, на страну. Есть возможность заработать денег в Китае. Продадим все в душу дьяволу, поедем в Китае, заработаем там денег. Вот тебе пример. Вот тебе пример. NBA. Вот. Я только хотел сказать, Марк Юван, пожалуйста. Да, вот тебе и все. То есть, у них упал... Вот сейчас были финальные игры чемпионата Америки по баскетболу, да? Рейтинги... Рейтинг упал на 60%. Если раньше были рейтинг где-то 18,22 миллиона в среднем за серию игры, то сегодня, вот последняя серия упала до 5,7 миллиона. 60%. Ты думаешь, их это шкварит. Нет. Знаешь, почему? Потому что эту игру покажут в Китае и соберут такие миллионы. И поэтому на вопросы корреспондентши Кюбан, как вошь на гребешке крутился. Он говорит, это наши клиенты, это наши клиенты. Да, да. Поэтому я говорю, что если у нас 344 миллиона, из которых смотрят, допустим, 20 миллионов, то в Китае их смотрят 40 миллионов. И их шкварит на Америка. Поэтому фрикинг Гюгл отказался работать с Пентагоном, зато с удовольствием пошел работать на китайское коммунистическое правительство. Да? Вот так. Это вот то поколение, которое насратьно хотело на эту страну денег заработать. Денег заработать. Для них это не страна. Для них это просто место проживания, где они... Маркет, первый по величине, или первым сейчас становится Китай, для них Китай. Поэтому, когда ссылаются на мнение какого-то ублюдка во главе, мультимиллиардера, который высказывается там, скажем, по поводу нелегальной эмиграции, что-нибудь такое, такое трогательное очень, или еще что-нибудь, это мнение человека, которому насрать на эту страну. Абсолютно. Я тебе скажу еще одно. Вот ты сейчас наблюдаешь за этими слушаниями, а тебе не становится страшно. Это только один комитет, один из множества комитетов, что вот 22, ну окей, убери там оттуда, 11 человек этого комитета, это люди, которые управляют этой страной. Люди в лице этого Дик Дорбен, это Хероно, это Петрик Леги, это Камала Геррис, это Вайт Хаус, это Кори Букер, это вся вот эта шваль, которая управляет этой страной. Понимаешь? Когда такое будет? И они сидят, этот Лехи, я тебе клянусь, я смотрю на нее, эту несчастную Кони Берретт, и я понимаю, что она не понимает, о чем он говорит. Она просто не может построить это. Ну, во-первых, его вообще трудно поймать, по-моему, давно уже пора на пенсию, как, собственно, и сенатора Гресли, тоже пора уже. И Гресли, и абсолютно. Слушать невозможно, когда... Он напоминает Леню Брежнева. Да, кстати. Вот. Мы с тобой подробненько, наверное, в пятницу разберем, поговорим о том, как проходили слушания. Обязательно. Потому что это забавное зрелище такое. Я надеюсь, что до пятницы... Ничего не изменится. ...никакая-нибудь лесбиянка не выскочит и не скажет, что она отказала ей в любви, и поэтому она ей не поставила оценку. Но вот, судя по тем вопросам, которые задала Херона... Объясни, вот буквально полсекунды. Почему, то есть, зачем им нужно четыре дня... Ну, окей, один день они высказались все. Два дня они задали по два круга вопросы. Они что, в третий день станут умнее? Причем они не вопросы задавали, а каждый выступал со своей... Камень в сторону Трампа, камень в сторону... Особенно первый день. Все выступления заключали... Такая политическая речь, предвыборная политическая речь. Кому это нахрен надо? Ну, как за наш счет, так сказать, рекламу себе сделать? Ну, а чтобы такие же дебилы слушали, там, радовались. Посмотри, какой у нас сенатор. Дюрбин, молодец. Молодец. Что такое? Что-то у меня вдруг в наушниках. Спасибо, спасибо, друзья. Всем всего хорошего, до свидания. Пока.